Релики выдохнули и рассказали, какой огромный труд они проделали. В первую очередь, обновление коснется баланса внешнего вида игры, различных аспектов, таких как отзывчивости юнитов, обновленные там Томан Войны, обновленный захват точек и внедрение других аспектов игры, таких как реплеи, обновленные испытания и многое другое. Но обо всем давайте по порядку, поехали. В первую очередь, баланс. Баланс коснется как мультиплеера, так и однопользовательской игры. Однопользовательская игра, ну в частности, вот компания, которая такая большая у них, будет выбор сложности. Этот выбор сложности теперь будет отличаться тем, что у компьютерного противника будет увеличиваться объем ресурсов, объем ХП, урон. А вот вы теперь должны будете очень правильно спланировать ваши ресурсы таким образом, чтобы просто вас какой-нибудь там ветеранский искусственный интеллект не смял. Так что будет, по словам реликов, очень интересно. Они много вот работали над этим искусственным интеллектом. И теперь нас ждет действительно интересные баталии. Кстати, на обновленных картах одиночной кампании. Но на этом веселье не закончилось. Релики еще анонсировали и первое DLC, которое называется «Щит и молот». Ну что сказать, это прекрасная новость. В первую очередь прекрасно тем, что добавили две боевые группы, по одной за США и вермахт. США — это продвинутая пехотная боевая группа, которая специализируется на штурме позиций пехоты при поддержке артиллерии. Вернется та самая любимая 105-мм гаубица, которую мы любили в первом кохе. А за вермахт — это тяжелая фортификационная итальянская береговая боевая группа. Ух, еле выговорил. Так, уже калибр у этой бонусной гаубицы венгерского производства — 210 мм. Плюс мощнейшие бункеры, поддержка большого количества пехоты, фортификации. В общем, у за вермахта, конечно, более любопытная боевая группа. В рамках этого DLC показали премиальную косметику. Она будет, кстати, доступна только при покупке DLC, никак по-другому. Но единственное, что вот боевые группы можно будет купить за очки Merit, а эти очки можно получать, выполняя испытания, еженедельные или же ежедневные, которые, кстати, очень сильно обновятся. Ну, так, по крайней мере, сказал разработчик. Он еще, кстати, улыбался. Что это он там? Улыбался. Отдельно хочется рассказать про новый режим реплеев, то есть, который будет совершенствоваться в дальнейшем. Это, опять же, релики рассказывают, то есть, теперь можно переименовывать реплеи внутри игры, удалять их, ну, естественно, просматривать. Также добавит интерфейс кастера, то есть, можно будет смотреть там актуальные ресурсы, у кого что в заказе и так далее. То есть, теперь режим реплеев будет прям вот... Внешний вид игры тоже преобразится, то есть, теперь графика будет более детальной, такой, ну, насыщенный, контрастный. Вместо вот этого белого просто шума, который вот, ну, честно говоря, мне уже изрядно поднадоел. Теперь будут видны детали, улучшены тени. Ну, действительно, графика будет лучше. Про консоли сказали, что к весне приблизительно, где-то 20-му числу апреля, релики догонят версию консолей до состояния и Emerald Bear, и Amber Wasp, и, понятно, Sheffield Steel. Чего, блин? Steel Sheffield, как кому удобно. Короче, все вот эти три крупных обновления, которые у нас были, они будут вот уже внедрены в консольный Koch 3. Надеемся, что релики не остановятся, и кроссплатформенный батл мы будем с вами делать. Я бы этого очень хотел. Когда ждать советов? Советский Союз не показали. На форумах игры вы можете сами посмотреть, там огромное количество предложений на тему того, что какие должны быть советы, какие должны быть другие фракции. Честно говоря, прям, ну, интересно. Комьюнити прям вот работает над этим, и я думаю, что советы будут уже. Я думаю, что тут уже намеков куча. Так что пока никакой информации релики не говорят. Единственное, что там действительно новая у них команда разработчиков пока привыкнут. Ну, сами понимаете, вот эта утряска, усушка, битье посуды. Пока все это нужно устаканить. Потом уже будут, я думаю, уже такие более глобальные DLC. Итоги. Ну что, нас ждет 5 декабря. Крупнейшее обновление, которое называется «Стальная овчарка» 1.4.0. Будут у нас переработаны баланс, внешний вид игры, обновленная анимация отзывчивости юнитов, много других всяких приятных моментов, таких как, например, ну, можно теперь реплеи просматривать, настоящая аналитика. Также будут внедрены новые боевые группы в рамках Первелл, DLC, Щиты Молот, обновленная косметика, обновленные челленджи, ежедневные, еженедельные. Компания в Heroes 3 задала такой темп, так приятно, что ребята занимаются игрой, что они уволили тонны всяких бездельников. Теперь вот с патч-ноут, так что подписывайтесь в группу ВКонтакте по коху, я новую создал свою группу, я буду перерабатывать, она будет немножечко другой тематики. Будет переведен мной патч-ноут, так что дерзайте, будете читать, все переведено. Я откланялся, ждем советов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова